Программы 2030 не существуют. Никакой программы 2030 не существуют. Это все фейки, журналисты. Второе. Скажите мне, пожалуйста, вот 6 числа, 6 апреля в Астраханской области, в стране был объявлен карантин. Какие варианты были с системой образования? У вас есть другие варианты? Что можно было сделать? Продолжать родителей. Продолжать родителей. 4 человека больных А сейчас тысячи больных объявлены. Это специально сделали для того, чтобы все свои программы и форсайк, и все остальное убивают здравоохранение, убивают образование. И все, я думаю, на интернет. Учитель не берет уроки. Даже в Дагестане вели уроки, включали зуб и вели уроки. У меня там заловка бывшая оттуда. А у нас не вели уроки. Просто кидали ссылочку, смотрите, здесь, а потом сами учителя и говорили. Да, они просто на интернет залазят, и мы все спешим. Вопрос, пожалуйста. 64-я школа, возьмите на заметку. Можно читать? Да. Говорят об эксперименте, который будет проводить с 20-го года по 23-ю годы. По 22-ю годы. Что это за эксперимент? И входит ли наша Астана и область в этот эксперимент? Вы можете объяснить, что это за эксперимент? Еще раз. Это эксперимент по созданию единой образовательной платформы, которой каждый ученик из школы и каждый учитель сумеет пользоваться. Это доступ ко всем ресурсам, нормальным ресурсам интернета, который будет гораздо проще, чем он есть сейчас. Из школы. Почему это эксперимент, а не как обязательный для всех регионов страны? Эксперимент у нас уже было по 30-ю годы. Вы говорите, что у нас недели овражено понятие дистанционного обучения. Но вы же можете сказать, что у нас есть закон об образовании, в частности 16-я статья, пункт 2, где там и есть понятие дистанционного обучения. Почему вы думаете, что нам не введут это обучение на основании вот этого постановления? Потому что это постановление никакого отношения к дистанционному обучению не имеет. Вы абсолютно правы. 16-я статья, подождите, можно ли я отвечу? 16-я статья о закон об образовании регулирует нормы дистанционного обучения. Более того, эта норма в Астраханской области и в стране давно и успешно применяется. Первое, по отношению к детям инвалидам, которые не могут ходить в школы. Мы закупали оборудование. Давайте я соберу здесь, в этой стороне вас, в этой стороне мам детей инвалидов. То есть, кто кого порвет, буду за этим со стороны наблюдать. Кому это надо? И второе, по отношению к школам, в которых нет педагогов. Это удаленная школа, это школа, находящаяся в небольших селах, куда мы успешно транслируем уроки, где дети могут задавать вопросы, но нет, там педагога не было и никогда не будет. Дети могут задавать вопросы. «Глобо2 в 2-й школу, у вас там нет педагогов. У ребенка нет педагогов...» «Это благорития, ну пожалуйста...»